В связи с резким повышением суточной температуры воздуха в семи регионах Казахстана объявлено предупреждение о возможных паводках. Опасная ситуация сохраняется и в области ЖТСУ. В минувшие выходные в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление улиц и дворовых территорий в Алакольском районе. Подробности в нашем следующем материале. Весной капризы погоды в буквальном смысле слова выливаются жителям в большие проблемы. Так в результате подтепления оказались подтоплены улицы в селе Кабанбай. Благодаря своевременно принятым мерам на сегодня ситуация стабильна. В целом, согласно прогнозу Каз Гидромет, с 8 по 10 марта в области ЖТСУ ожидалось повышение температуры воздуха до 13 градусов тепла днём и 5 ночью. В этой связи мы рассвали предупреждение всем акимам городов, регионов и областей, а также ответственным специалистам. Наши сотрудники работают в усиленном режиме. Ведутся работы по отводу талых вод и расширению канала на станции Бескорь, где были подтоплены 19 дворовых территорий частных жилых домов. Для решения проблемы было задействовано 50 сотрудников ДЧС и специалистов местных исполнительных органов, а также более 14 единиц техники. В настоящее время в селе откачано порядка 1300 кубометров воды, возведена 420-метровая насыпная дамба. И в целом ситуация взята под контроль, отмечают специалисты. В связи с географическим положением области Житсу в горных районах возможны сходы талого снега, воды и грязевых потоков. Вероятен риск подтопления в Искельдинском, Кирбуакском и Панфиловском районах. В этой связи совместно с местными специалистами мы проводим профилактические мероприятия. По прогнозу синоптиков, беря во внимание высоту снежного покрова в горах, дожди и повышение температуры воздуха в области Житсу, возможно формирование талых вод, подъем уровня воды на реках, а также разливы и подтопления. Учитывая обстановку, местные органы, в том числе и службы ЧАЭС, перешли на усиленный режим работы.